В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Уфимское время 20.30. Вот главная тема этого дня. Финансовое оздоровление регионам дадут возможность привлекать кредиты с плавающей ставкой. Боролись с нелегалами, а пострадали эти и другие. После вступления в силу нового закона о пассажироперевозках, количество маршруток в Уфе сократилось на треть. И Киви под запретом. Популярный платежный сервис попал в реестр запрещенных. Региону смогут привлекать коммерческие кредиты с плавающей процентной ставкой. Такую меру прорабатывает Минэкономразвитие с банками и Минфином страны. Предполагается, что это позволит финансово оздоровить регионы, особенно с высокой долговой нагрузкой. По мнению некоторых экспертов нашего региона, эта мера вряд ли положительно отразится на ее снижении. А может и напротив увеличить, так как коммерческие кредиты станут более доступными. Их необходимо заменить на бюджетные. Сегодня бюджетные транспорты идут, если можно так сказать, сверху вниз от федерального уровня к регионам, от регионов, муниципалитетам и так далее. Но, как мы знаем из средств массовой информации, сегодня уже немало местных образований, которые имеют достаточно серьезный профицит. И они могли бы, например, поделиться определенной частью денежных средств со следующим более высоким уровнем управления или самоуправления. В данном случае, может, муниципалитетами. Отмечу, в начале этого года госдолг республики оценивался в 24 миллиарда 600 миллионов рублей. Башкортостан с показателем 22,3% по долговой нагрузке на бюджет занимает первое место среди субъектов ПФО и 12 место в России. Популярная электронная платежная система Киви решением Роскомнадзора внесена в список запрещенных сайтов. Причина – размещение ссылок на онлайн-казино. Отмечу, в Башкортостане действует более 1780 терминалов оплаты компании, из них 600 в Уфе. Также в Роскомнадзоре отметили, у Киви реализована возможность принимать электронные платежи для участия в азартных играх, в то время как в России запрещена деятельность онлайн-казино. Организации дали три дня на устранение нарушений. В официальном письме говорится о 24 часах для проведения изменений на сайтах. Как отметил директор по корпоративным отношениям Киви Константин Кольцов, компания намерена исполнить предписание в указанные сроки. Сейчас сайты Киви работают в обычном режиме и возникшая ситуация никак не отразится на клиентах компании и электронных кошельках. Сегодня вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно общественного транспорта. Теперь пассажироперевозчики не могут работать без специального свидетельства и карты маршрута. В Башкортостане выдано 350 таких свидетельств, из них 60 частникам и 290 госперевозчику Башавтотрансу. Им также предоставлено почти 2000 карт маршрута регулярных перевозок, которые предусмотрены федеральным законом сроком на 5 лет. Водители пассажирского транспорта должны иметь при себе ряд документов, свидетельства с указанием номера маршрута, начального и конечного пунктов, протяженности пути, об экологических характеристиках транспортного средства и другие. Информагентство сообщает о том, что сегодня жители некоторых поселков в Уфимском районе оказались в транспортной блокаде. Им пришлось ждать транспорт по несколько часов, поскольку на линию не вышли и легальные перевозчики из-за отсутствия маршрутных карт. По данным коммерсанта, их смогли получить компании, которые участвовали в конкурсе по распределению маршрутов с определенным лимитом в 2013 году. За три прошедших года на легальных маршрутах число автобусов было увеличено из-за возросшего спроса. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на выходные понедельник. Доллар и евро дешевеют. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 40 копеек. 63,16. Европейская подешевела на 22 копейки и оценивается в 70 рублей 33 копейки. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в банке Траст за 63,02. Продажа в Ростельхозбанке за 63,45. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке Финал за 70 рублей 22 копейки. По продаже в БКС-банке за 70,59. Отмечу, что кредитная организация взимает комиссию до 2% за обменную операцию. Центробанк России списал долг Уралсиба перед региональным фондом Башкортостана в размере 6 миллиардов рублей. Кредит был предоставлен банку еще в 2008. По данным портала РБКУФА, после принятия решения о санации Уралсиба, мегарегулятор со ссылкой на новое федеральное законодательство аннулировал несколько субординированных кредитов, в том числе и выданные в Башкортостане. На уровне правительства нашего региона принято решение оспорить решение Центробанка в суде. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Он отметил, что требования федерального закона распространяются только на будущие отношения, а не на ранее выданные кредиты. В конце июля будет кассационное разбирательство, и республика имеет хорошие шансы восстановить обязательства банка. Это все региональные новости на сегодня. Передаю слово московской студии РБК. Хорошего вечера. Продолжение следует...